МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что в нашей жизни? Игра. И в основном игра на деньги. Я, видите ли, люблю играть на наличные. Вот и кинем сегодня мимолетный взгляд на две исторические фигуры, как на игроков в политический покер. Когда одному из них шел 42-й год, он уверял всех, что не лох какой-то. Я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох. Лох. В русском разговорном языке разиня, шалопай. В иранском арго лох – это жертва. Разве какого-нибудь банки выдадут газеты? Весьма вероятно, что в скором, мутном времени мы узнаем, был ли этот игрок лохом. Пока же он терроризирует крупье требованиями сдать карты получше. Ты можешь дать леопарда? Ну дай, 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 дай. Что касается второго игрока, то он, кроме рисования красных линий, Теперь по поводу красных линий. Красных линий. Никого ни в чем не уверял. Зато постоянно жаловался на своих партнеров по ломбардному столику. Кинули. Ну, просто обманули. Раз за разом. Нас просто водили за нос. Надули. Раздача за раздачей. Обманом и враньем. Год за годом. Обманывали. Обманули. Нас обманули. Вранье на самом высоком государственном уровне. И ни разу канделябр по адресу не употребил. Может быть, потому что он строго соблюдает правила чужой игры? Мы все свои обязательства выполняем. В полном объеме. Вероятно, поэтому, после того, как одна самопровозглашенная маловыразумительная организация в ГААГе, под смехотворным предлогом... Мусс обвинил его в депортацию украинских детей. ...выдала персональный канделябр в ее адрес... Международный уголовный суд в ГААГе, а именно палата по предварительному производству, выдала ордер на арест Владимира Путина. После того, как была доказана ничтожность гаагской Филькиной грамоты... Рецепты на арест, исходящие из международного суда, будут для нас юридически ничтожными. После того, как сам начальник Мусс признался, что у них руки короткие... У международного уголовного суда самого по себе нет возможности арестовывать кого-либо. После того, как было строго указано на последствия возможного ареста... В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Он решил отказаться от поездки в ЮАР на августовский саммит больших игроков. Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС. Об этом сообщила администрация президента ЮАР Сирила Ромофосы. Решение было принято по боюсному согласию сторон. Говорит... Непременно всем нам нужно Жить по правилам, дружок Соблюдайте их друзьям Нам без них никак нельзя Пешеходы и шоферы Правила дорожного движения Пешеходы и шоферы Правила дорожного движения Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...